Это самое главное, зачем мы здесь. Познать себя, свой потенциал и реализовать его. Невыраженная энергия, нереализованный потенциал приводит к заболеваниям. Когда ты перестаешь идти на компромиссы, ты осознаешь, какими качествами ты обладаешь. А для того, чтобы понять, чего я на самом деле хочу, мне предстояло понять, кто я на самом деле есть. Паша, здравствуй! В сегодняшнем видео я хочу поговорить с тобой о теме предназначения. Как человек, который создал систему, которая, в принципе, помогает людям достичь и понять свое предназначение и максимально его реализовать, мне хочется знать твою точку зрения о том, что это и что происходит, когда человек находит предназначение. Ну, каждый из нас находится на этой планете зачем-то же. И сама суть предназначения в том, чтобы познать себя. То, кем мы являемся. И с этого момента начинается все самое интересное. Потому что до него мы втянуты в разные социальные игры и часто можем идти на компромиссы с самим собой. Искать счастье в разных вещах, деталях, людях. И не находить этого там. Когда люди интуитивно или через сознательное стремление познать свое предназначение приходят к этому, тогда начинается более интересная жизнь. Когда ты перестаешь идти на компромиссы, ты осознаешь, какими качествами ты обладаешь, какими способностями. И ты свою жизнь, свой бизнес, свои отношения строишь через то, кто ты есть. И это все больше раскрывает чувство внутренней радости, счастья, гармонии, осознания того, что ты действительно проживаешь свою жизнь по-настоящему. Максимально становишься вовлеченным в эту жизнь, впреченным. Это самое главное, зачем мы здесь. Познать себя, свой потенциал и реализовать его. Абрахам Маслова, психолог, называл это самореализацией или самоактуализацией. Это вершина человеческих потребностей. Скажи, а предназначение, оно единственное у нас? То есть оно всего лишь одно, либо же предназначения могут меняться в зависимости от жизни человека? Ну, предназначение в общем звучит как «познать себя». Это надпись над храмом, Дельфийский оракул. Познай, кто ты есть. Познай себя. То есть это не, допустим, быть, служить людям, либо же быть священником. Это следствие. Это следствие. Это следствие. Это уже есть способ реализации этого предназначения, когда мы познаем себя. И да, у людей есть служение. Например, у Далай-Ламы, его дело жизни – это провокация духа. То есть это просто раскрывать в людях дух, трансформировать их деструктивные эмоции в созидательные, высвобождать. И роль служения. Вот, собственно, он и служит. Тема коммуникации, что ему важно передавать людям, о чем сообщить, что выразить мир – сострадание. То есть научиться справляться с разными ситуациями, с разными жизненными кризисами, исцелять эмоционально. Он этим и занимается. То есть получается, что каждый уже родившийся человек, он уже идет по пути своего предназначения, он изучает себя. Каждый родившийся человек имеет потенциал познать и проявить себя. Но большинство людей на этой планете так не делают. Отсюда и огромное количество страданий. А что им мешает? Почему они не делают этого? Да сами люди, на самом деле, себе мешают. Что же еще может мешать? Просто одновременно с нашими сильными качествами есть и противоположное слабое качество. Сколько мы живем в этом таком дуальном мире, где есть день, ночь, светлое, темное, мужское, женское. Вся вот эта тема противоположностей, которая отражена в восточном символе инь-ян. И одновременно с нашими талантами, с нашей силой, есть же еще и слабость. То, что в гексограммах и дзин выражено в виде цельных и прерывистых черт. Цельная – это сильная черта, мужская энергия – ян. Прерывистая – слабая черта, женская энергия – инь. И каждый наш талант, он имеет, собственно, эту дуальность. То, что в эволюции, например, выражено светлыми и темными качествами. И эти две силы, они одновременно в нас присутствуют. И важно, чтобы силы были в балансе для того, чтобы мы могли раскрыть свои качества. И вот эти все испытания или то, от чего большинство людей бежит, страхи, являются просто тренажерами. Именно через испытания мы раскрываем свои качества. Ты знаешь хотя бы одного человека на этой планете, у которого никогда в жизни не было трудностей. Наоборот, величайшие люди – это те люди, которые решили огромное количество различных трудностей, прошли испытания, благодаря чему раскрыли свои качества и таланты. Стали героями в различных областях. В науке, в спорте, в инновациях, в медицине, в философии. За чем угодно. Любая сфера человеческой жизни, посмотри, и ты найдешь там каких-то звезд, которые стали звездами не потому, что они строили личный бренд у себя в Инстаграме, а потому что они работали над каким-то вопросом, который их очень сильно волновал. И благодаря решению этого вопроса, они привнесли в мир нечто ценное и полезное. Что мы видим сейчас, когда люди не осознают своего предназначения, не интуитивно и не сознательно? Они смотрят, как обезьяны друг на друга и думают, какой бизнес наиболее прибыльный? Давай откроем в этом секторе, в этом секторе. И почему у многих людей это не получается? Потому что это не их предназначение, у них нет на это энергии. Они просто стараются копировать какого-то другого человека, которому удалось. Но ему удалось, потому что он реализовывал свою страсть, он шел по своему пути, и он просто следовал за своим вдохновением. Поэтому получается что-то великое. Остальные просто пытаются копировать. Но когда мы идем по своему пути, тогда наша жизнь становится максимально интересной. И вот тогда мы действительно естественным образом несем пользу окружающему миру, когда мы решаем именно свои вопросы, которые нас волнуют больше всего. То есть получается, что когда человек не решает свой вопрос какой-то определенный, он уже останавливается в пути на своем предназначении. Правильно? Ну, конечно. Это же никуда не девается. И это начинает разносить его изнутри. Невыраженная энергия, нереализованный потенциал приводит к заболеваниям. Возможно, мы можем дать какие-то простые практические советы нашим зрителям, которые они могут сделать уже сейчас для того, чтобы понять, в какой ситуации они находятся, и советуем, что им делать дальше. Для того, чтобы следовать своему предназначению. Да самое первое – это вопросами задаваться, честно с собой разговаривать. Живу ли я той жизнью, которой хочу жить, которой я мечтаю жить? И чего я на самом деле хочу? Потому что вот эта тема «хочу» – это может быть социальное клише. Если у меня тоже такое было, да, когда я был беден, да, у меня зарплата была 4,5 тысячи рублей, да, я работал программистом в государственной службе. Это было давно, там лет 15, может, назад или больше. И я для себя определял счастье, чтобы у меня было просто больше денег. Потом в какой-то момент, когда денег становилось больше, потому что вот этот импульс, он повел меня к развитию, к чтению разных книг, к прохождению тренингов, к действиям, к прохождению различных кризисов. И закрыв вот эти все базовые потребности материальные, у меня пошла тема такого какого-то эстетического удовольствия. Мне больше хотелось путешествовать по миру, смотреть мир, этот новый драйв. И, соответственно, путешествие в какой-то момент тоже перестало быть интересно, просто какое-то путешествие. С одной стороны, с другой стороны, я стал терять вообще интерес к тому, чем я занимаюсь, и самой цели этого. То есть это перестало нести за собой какой-то смысл, потому что счастье перестало. Поначалу было круто, когда ты ничего не имеешь, когда ты там нищий, но потом, когда у тебя появляются материальные ресурсы, и ты можешь там становиться таким потребителем, который начинает покупать себе всякие красивые вещи. Но потом в какой-то момент, ну все, это перестает драйвить. И возникает вот этот самый вопрос. Ну, у каждого своя причина возникновения. Но вот моя была такая, что я просто реализовал базовые потребности и реализовал там потребности в вважении, в признании, вот эти вот всякие, знаешь, там социальные штуки. Ну, на том уровне, на котором они, видимо, мне были важны. То есть все, потом перестало просто это драйвить. Тогда и возник вопрос, чего же я на самом деле хочу? А для того, чтобы понять, чего я на самом деле хочу, мне предстояло понять, кто я на самом деле есть и кем я не являюсь. И вот этот импульс, он отправил меня в путешествие для того, чтобы искать разные течения, учтения разных учителей, для того, чтобы мне это помогло разобраться в том, кто я есть. Вопрос. Все начинается с вопроса. Но этот вопрос, он возникает естественно. Если у человека он еще не возник, то в любом случае какие-то жизненные ситуации рано или поздно сподвигнут. Не всех. Кого-то может быть не в этой жизни, в следующей. Но мы к этому приходим естественно, не искусственно. Но вот допустим, кто сейчас смотрит это видео, и кто уже задается этим вопросом, и для тех будет мощная зацепка. Но кто, допустим, где-то внутренне тянется, но сознание человека еще не готово, он смотрит такие видео и хейтит, оставляет какие-то комментарии, потому что его жизнь полна страданий. То есть он содержит в себе весь этот гнев, всю эту ненуи, всю эту неприязнь. И соответственно, то, чем он наполнен, то он выражает в виде комментариев. Поэтому, собственно, люди пишут то, чем они на самом деле обладают, что они транслируют. Но в глубине души, почему они смотрят именно? Эти видео. Потому что тянутся к этому вопросу. Потому что в каждом человеке заложено это стремление опознать себя. Это то, для чего мы пришли сюда. Поэтому поднимать этот вопрос, задавать себе его каждый день, засыпать с этим вопросом, просыпаться с этим вопросом, это то, как начиналось у меня. Когда мы постоянно о чем-то думаем, это же уже просто закладывается в подсознании и крутится там. И в какой-то момент нам приходят подходящие книги, подходящая фраза, человек, который что-то говорит. Приходит какая-то жизненная возможность отправиться куда-то. Или ты встречаешь какого-то учителя. Или просто сама ситуация, которая начинает тебя учить, и ты начинаешь познавать этот мир. Не через просто чтение теорий, а через язык жизни, через ситуации. И потом ты понимаешь, зачем она была, какой в этом был глубокий смысл. И так ты познаешь свои таланты, на что ты способен, что ты можешь проявить. Второй совет, который я бы дал, это отправиться в путешествие всем тем людям, которые долгое время уже думают об этом, которые, знаешь, смотрят вот эти видео и начинают писать, вот вы там на Бали, в Убуде вам классно говорить, но они не понимают, что мы родились не здесь, мы не Балийцы. У нас у каждого был свой старт. Где-то, скорее всего, в тех же самых подобных местах, откуда те люди, которые смотрят это видео. И важно понимать, что у всех у нас были трудности. И именно преодоление этих трудностей у нас развивает. Поэтому относиться вот этим жизненным ситуациям не как к чему-то нежелаемому, а как к некоему тренажеру, как к некий уровень в компьютерной игре, где ты с энтузиазмом его проходишь, развивая определенные качества, навыки или скиллы. Относиться к жизни как к игре. Потому что жизнь, она временная. Поэтому слишком сильно не стоит к ней серьезно относиться. В какой-то момент она закончится. Помните об этом. Не расходовать свои драгоценные часы жизни на то, чтобы, там, как говорится, убить время. То есть время, наоборот, скорее там, убьет нас, если мы будем так относиться к этому. То есть важно свое время жизни использовать для того, чтобы задаваться этими вопросами. А дальше то, что приходит в жизнь, то, что помогает в этом. В частности, очень хорошо помогаются практики, там, физические практики. Например, там, йога, тайчи, цигун. Пусть каждый выбирает то, что ему подходит. И, конечно же, медитация. Ну, что такое, по сути, медитация? Ну, вот в том простом контексте, который я для себя ее понимаю, и как я могу ее объяснить. Не претендую, что это истина, она у каждого своя. Вот, что это не какая-то универсальная. Но здесь просто, в этот момент, нахождение самим собой, осознавание себя, осознавание своих процессов. То есть это внимание, которое может быть направлено вовнутрь. Для того, чтобы увидеть свои мысли. О чем я думаю, что крутится у меня в голове, такая реальность и происходит. Мы все мастера по созданию своей реальности, по творению. Если мыслям негативно, то созидаем негативную реальность. Если начинаем больше о чем-то думать, мечтать, мы начинаем замечать это все вокруг себя. Эти классические примеры, когда в материальном мире начинаешь хотеть какую-то определенную машину, начинаешь выбирать, ты очень часто начинаешь видеть эти машины. Либо ты начинаешь просто думать о путешествиях, ты все больше начинаешь встречать какие-то рекламные баннеры или журналы, которые про путешествия, эти разные картинки тех мест, в которых ты хочешь оказаться. И, собственно, когда мы начинаем вот это свое негативное мышление больше приносить позитивных стимулов в это, для того, чтобы наше внимание, оно постоянно натыкалось на то, что мы хотим. Это закладывает в подсознание со временем, и затем появляются возможности, чтобы это реализовать. Но будущее в большинстве случаев, если кто-то там не мега какой-то суперкрутой провидец, оно неизвестно. Это некая пустота. И нам важно не наполнять вот эту пустоту какими-то ужасами, страхами того, что что-то там с нами случится, если мы отправимся в путешествие, мы останемся без денег, умрем с голоду, что-то еще. Наоборот, лучше стараться либо оставить это приключением, но с доверием, что каким-то образом оно все сложится, либо во мне раскроется определенное качество, кого-то встреча, что-то произойдет. То есть можно наоборот поступить и накручивать себе созидательный аспект того, что с тобой произойдет, либо оставить сюрпризом. Тут каждому свое, кому нравится играть в этой жизни. И, конечно же, когда у людей возникают такие запросы, они же начинают искать сами, искать в интернете, вводить запросы, как найти предназначение и так далее. Они получают кучу разной информации, кучу разных книг, кучу разных методик, источников. И здесь нужно обращать внимание на свое внутреннее состояние, на ощущение. Зачем еще медитировать? Для того, чтобы быть осознанной к тем импульсам, к тому, что подсказывает тело. Потому что предложений разных много, но тело подскажет, какое верное, какое неверное. Вот где-то прям возникнет хорошее ощущение, что, о, вот этот там курс, или эта информация, или эта книга, или этот человек, или это направление, оно верное, мое тело резонирует в соответствии с этим. А где-то вообще написано красиво, хороший маркетинг, но очень пустое. И тело ничего не говорит, либо наоборот чувствует какое-то напряжение или отторжение к этому. Вот здесь просто такой момент, что нам нужно сонастроиться с самим собой, больше уделять внимание для анализа, наших внутренних состояний, ощущений, потому что тело нам подсказывает направление того или иного человека. Вот как оно реагирует на человека, там ведет ли на сближение, или наоборот чувствует опасность. Подытожив, что хочется сказать? Задаваться вопросами, которые являются для нас важными, и перед сном, и по пробуждению это будет крутиться. Дальше просто замечать те возможности, которые приходят. Больше обращать внимание на ощущения своего тела при выборе, с кем взаимодействовать, или что читать, или что изучать. И вот это неизвестное наше будущее, либо просто оставить нейтральным, позволяя произойти, сюрпризом, либо наоборот, создавать таки у себя в уме позитивные стимулы, как могло бы сложиться, что могло бы развернуться, но не цепляться за ожидания, допуская, что любой момент он классный. Не бороться со своими негативными установками, потому что тогда ты отдаешь энергию. Вместо этого больше направить внимание на создание позитивных стимулов, на укрепление своего здоровья, на приведение своего аватара в полный порядок для того, чтобы он функционировал, потому что предназначение это не просто какая-то теория, это наше состояние, это наши таланты и качества, и соответственно все жизненные испытания, от них не нужно бежать, наоборот, через них мы и раскрываем свои таланты и способности, поэтому просто смело шагайте в жизнь и вы прокачаете свой аватар через все эти ситуации и познайте, кто вы есть на деле через жизненные обстоятельства, в которых вы выходите победителем, когда вы раскрыли свои таланты и способности, но совершенству нет предела. Благодарю тебя. Друзья, я сама проходила полный курс эволюции и этого много помогло мне начать лучше понимать себя и свое проявление в этой жизни. Сейчас я хочу поделиться с вами уникальным бесплатным курсом от системы эволюции адаптация, ссылку на которую вы сможете найти в описании к этому видео. Переходите и измените свою жизнь уже сейчас. Доброе мгновение, друзья. Добро пожаловать в современный быстроменяющийся мир. И несмотря на то, что мир меняется и старые стратегии перестают работать, как говорил Чарльз Дарвин в своей эволюционной теории выживает самый восприимчивый к переменам. Мы создали для вас специальный курс азбука адаптации, который поможет вам осознать, каковы ваши те сильные стороны, те качества, развивая которые, вы становитесь одним из самых востребованных людей и будете всегда обеспечены возможностью для вашей реализации, для того, чтобы удовлетворять все ваши остальные потребности в счастливой, комфортной, благополучной жизни, прекрасных семейных и деловых отношениях, реализации своих амбиций. Друзья, можно много об этом говорить, но вы сами все прекрасно понимаете. Просто переходите по ссылке и адаптируйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok